Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Народное ополчение, стимулирующие выплаты и китайская валюта. Крупный белорусский банк предлагает физлицам кредитки в юанях, что исключает расчеты таким платежным средством. Зубром на кузове. Мобруйская станция скорой неотложной медпомощи получила два новых автомобиля. Автомобили, которые срок эксплуатации 5 и более лет, будут списаны. На их место работать будут новые автомобили. Чем оснащена карета? От тетрадей до костюмов в магазинах представлены школьные коллекции. Обновление ассортимента у нас производится каждую неделю. Какой средний чек? Заплатить транспортный налог и ездить спокойно. Белорусам начали выставлять счета за 2022-й. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекции будет написано соответствующее решение. Кому положены льготы? Единоборство благородных. Сборная страны по боксу готовится к спортивному форуму. Настроены игры СНГ, боевой, едем забирать долга. Когда старт? Массовый расстрел, крупная забастовка и стихийное лето. В Европе после экстремальной жары начались ураганы. Сколько пострадавших? Ключевой момент – скорость принятия решений. Президент провел совещание по созданию портовых мощностей. Александр Лукашенко отметил, в январе уже рассматривался этот вопрос. Речь шла о калийных удобрениях. Сегодня и о поставке нефтепродуктов. Раньше основным портом была Литовская Клайпеда. Но с февраля 2022-го Вильнюс аннулировал договор о транзите. Тогда объемы оценивались в 11 миллионов тонн. Теперь логистическая альтернатива – Россия. Хочу услышать следующее. На какой стадии находится вопрос создания собственных мощностей для морских перевозок? Понятно, мы ушли не по своему желанию из традиционных портов и работаем практически по перевалке наших грузов, всех грузов, это около 20 миллионов тонн, работаем во всех портах Российской Федерации. Второй вопрос. Есть ли конкретные результаты в этом направлении? Я имею в виду создание собственных мощностей. Третье. Какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов? И какие проблемы в связи с этим? Есть ли у нас понимание, сколько калия мы можем переваливать через порты Российской Федерации на приемлемых условиях? Также мне докладывали об альтернативных вариантах сотрудничества в северо-западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. По сути, мы имеем два возможных варианта, каждый со своими преимуществами и недостатками. Я имею в виду Мурманский и Приморск. Необходимо окончательно определиться, что нужно строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий и немедленно начинать работу. Ну, насколько я знаю, где-то под Ленинградом мы и строим, и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся. Кроме того, следует обсудить проект указа о реализации отдельных видов товаров на экспорт. Прошлый год стал серьезным испытанием для наших экспортеров. Минску пришлось экстренно перестраивать логистику. Сейчас Беларусь намерена переориентировать на порты России около 20 миллионов тонн своих грузов. Внутренний рынок, голливудская улыбка и лесные дары. В Беларуси открыт сезон урожая черники и земляники. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Президент подписал закон о народном ополчении. Вступить в него беларусы смогут на добровольной основе. Главная задача – защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией. Участники таких формирований должны руководствоваться конституцией и законами. За ними будут сохраняться место работы и оплата труда. Крупный белорусский банк предлагает физлицам кредитки в юанях. Теперь можно не только открывать текущие счета в китайской валюте, но и заказывать к ним практически любые карточки. Расчеты таким платежным средствам исключают дополнительные потери при конвертации, будь то поездка в Канэр или оформление соответствующей покупки. У отечественной розницы появилась мотивация продавать больше белорусских товаров. Торговые организации смогут получить так называемые стимулирующие выплаты в случае поставки на внутренний рынок продукции наших производителей, а также зарубежные, но только непродовольственные. Величина вознаграждения будет зависеть от объема продаж. В Беларуси будут регулировать тарифы на все стоматологические услуги. Цена материалов в общей сложности останется прежней. Сами процедуры станут дешевле на 10-30%. Их перечень расширят, а новые технические решения помогут повысить качество. Изменения коснутся как государственных, так и частных клиник уже с 1 ноября. В Беларуси открыт сезон урожая земляники и черники. Собирать ягоды разрешено вручную и с помощью комбайнов. Они должны быть сертифицированы и с определенным расстоянием между зубцами. Специалисты лесной охраны следят за выполнением правил поведения в чащах. Нарушителей фиксируют камеры видеонаблюдения. Мы уже в пути. Бобруйская станция скорой и неотложной медпомощи получила две новые кареты. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси МАЗ. Транспорт оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. С подробностями Ольга Васенда. Бобруйские медики тестируют новые кареты скорой помощи. Производитель МАЗ Купава. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. В центральной части кузова приемное устройство с тележкой и каталкой способно выдержать вес в 160 килограммов. Мы получили в рамках программы ускоренного развития спонсор этих автомобилей банк развития. В начале года мы получили два автомобиля, которые срок эксплуатации 5 и более лет будут списаны. На их место работать будут новые автомобили. Внутри салона все нужное для оказания помощи. Весь левый борт занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. В числе преимуществ встроенный кондиционер и удобная высота, что позволяет работать в полный рост. Машина оснащена рентген-негативными носилками. Вот они находятся. Ковшообразными носилками. Термосумкой. Двумя баллонами кислородными по 10 литров. Вакуумными системами. Установлены здесь и светодиодные лампочки. А штатный люк заменен на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Сейчас кареты проходят регистрацию в ГАИ. Как только будут оформлены документы, скорые оснастят дополнительным оборудованием. Дефибриллятором, кардиографом, реанимационной укладкой для взрослых и детей. Уже после медики смогут отправиться на вызов. Каждый звонок проходит через диспетчерскую службу. После поступления звонка он диспетчером по приему передачи вызовов передается по специализации бригадам. Если это неотложный вызов, то он передается в свободной фельдшерской бригаде. Если это экстренный вызов, то передается в врачебной бригаде. Бригада выезжает в короткие сроки. Если необходимо, следует включенными спецсигналами. Благодаря дополнительной аккумуляторной батареи и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Планируется, что в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80 тысяч плюс Бобруйск получит еще несколько современных скорых уже в 2024. Ольга Васента, Максим Галеонко. Итоги недели. Белорусам начали выставлять счета на уплату транспортного налога за 2022. Ставка осталась прежней, зависит от разрешенной массы. Владелец легковушки до полутора тонн, например, заплатит 61 рубль. Извещения будут приходить плательщикам по почте до 1 сентября. Крайний срок оплаты 15 ноября. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. С этого года оплатить только 50% имеют право и многодетные. Главное – предъявить действующее водительское удостоверение. Сбор не коснется обладателей электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекции будет вывесено соответствующее решение, которое будет направлено в органы принудительного исполнения для принудительного взыскания. За каждый день просрочки начисляется опения. За неуплату грозит штраф в размере 15% от суммы. К слову, в обрызке извещения получат более 39 тысяч человек. Общая сумма выплат свыше 4 миллионов рублей. Пора готовиться к школе. До нового учебного года чуть больше месяца. В магазинах представлен широкий ассортимент одежды, обуви, рюкзаков и канцелярии. Огромный выбор как для мальчиков, так и девочек. В 2023-м гардероб вновь претерпел изменения. Добавился еще один обязательный элемент. Елизавета Липеева подбила чек. Наступает пора школьного шоппинга. Для создания стильного образа в универмаге представлен широкий ассортимент одежды для учеников всех возрастов. Классические юбки, сарафаны, двубортные жилеты и строгие джемперы. Разнообразие моделей впечатляет. Радует и ценовой диапазон. Стоимость рубашек и блузок от 20 до 60. Брюки обойдутся в 30-70 рублей. Собираю своих деток уже второй год здесь. Большой выбор товара как для мальчиков и для девочек. Всегда радует качество. Цена тоже очень приятная. Можно выбрать много чего полезного, интересного. Тут красивые рюкзаки, удобные, небольшие. И очень хорошие аксессуары для волос. Модный дресс-код. Одежду делового стиля, которую захочется надевать каждый день, найдут здесь даже самые привередливые школьники. Оригинальная рубашка, удобные брюки и практичный жилет. Такой лук для девятиклассника обойдется в 150 рублей. Для комфорта покупателей созданы все условия. Просторные примерочные, большие зеркала, коврики и вешалки. Мы из года в год на протяжении уже 8 лет всегда собираем ребенка в школу в универмаге. Нас устраивает здесь качество белорусского производства. Также здесь предоставлен большой ассортимент турецкого производства. Огромный выбор блузок, рубашек. И также можно выбрать спортивный костюм. И не забываем о том, что здесь также можно приобрести принадлежности. Элегантные бабочки и галстуки станут отличным дополнением стильного образа. Стоимость от трех до девяти. В наличии и вместительные рюкзаки. Стартовая цена – 50. Здесь же большой выбор канцелярских товаров. По четвергам у нас скидки 10%. Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться своей спиткой каждый день при наличии удостоверения и паспорта. Обновление ассортимента у нас производится каждую неделю. Иногда даже бывает несколько раз в неделю. Подглашаем всех за покупками. Лаконичность, сдержанность и простота. Школьная одежда, представленная в фирменном магазине «Славянки». В составе тканей хлопок, шерсть и вельвет. Допустимое небольшое количество синтетики. Акцент на удобство и комфорт. Всего в коллекции «Осень-зима-2023-24» представлены 50 моделей. Сейчас главный упор делается на форменность и на ценообразование. Хочу сразу заверить всех родителей, что цены у нас по сравнению с прошлым годом не изменялись. То есть сегодня достаточно демократичная цена. Брюки для девочки в среднем обойдутся в 46 рублей. Классическая блузка в 35, юбка от 26. Стоимость базового комплекта для мальчиков, который входит в сорочка, жилет, брюки, галстук и шеврон, 120 рублей. Славянка делает ставку на капсульный гардероб. Предпочтение отдают бордовому, синему, черному и серому цветам. В нашей коллекции очень много присутствует именно таких вещей, как вот жакеты двубортные, широкие такие, вот как сейчас любят носить, широкие брюки. Очень много блузок подготовили в этом году разнообразных, и с коротким рукавом, и с длинным, и рубашечного покроя, и классического типа. Всего к новому учебному году предприятия «Белликпрома» произведут более миллиона 15 тысяч швейных и трикотажных изделий делового стиля. Отшито уже порядка 67%, около 55% поставлено в торговые центры. Весь ассортимент отгрузят к середине августа. Также с сентября в стране вводят второй обязательный элемент школьной формы – символ единения, уважения и принадлежности к конкретному учреждению образования. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вступление во взрослую жизнь в стране стартовала приемная кампания «Высшее учебное заведение». Абитуриентам при себе необходимо иметь результаты двух Ц, одного централизованного тестирования, аттестат и характеристику. Выпускники прошлых лет должны предоставить сертификаты трех ЦТ и документы об образовании. Прием проходит ежедневно с 9 до 6. До 25 июля на бюджетные места, до 9 августа на платные. Вступительные испытания пройдут с 26 по 2. Все специальности новые, поскольку введением нового классификатора естественно произошла перекодировка и БНТУ планирует принять на новых 48 специальностей. На бюджетные места зачисления будет проходить по 4 августа, на платные по 11. Всего в этом году 49 учреждений высшего образования планируют принять более 52 тысяч абитуриентов. 28 тысяч из них на обучение за счет средств бюджета. К слову, прием документов начали и колледжи. С боевым настроем. Сборная Беларуси по боксу готовится ко вторым играм стран СНГ. Форум пройдет с 4 по 14 августа в 11 городах Синеокой. Широкая география арен, 20 видов спорта и более 6 тысяч участников. О стремлении к победе далее. Не жалея сил. В училище Олимпийского резерва идет активная подготовка сборной Беларуси по боксу ко вторым играм стран СНГ. Держать себя в форме помогают ежедневные двухразовые тренировки. Под чутким руководством опытных наставников 13 девушек и 9 парней работают над скоростью, точностью и координацией движений. Подготовка идет очень хорошо, плодотворно. Этот сбор сделали более насыщенным, сюда добавили также пассеин. Эмоции от спорта у меня безумно хорошие. Очень хочется занять на СНГ место, какое-нибудь желательное первое. Порадовать тренеров также, которые стараются, которые вкладывают в свою душу, порадовать семью, себя. Не первый год уже идем к цели, поэтому надеюсь, в этот раз все получится. Вперед к победе. Бобруськ представляют Мария Цмык, Витас Горцуев и Мария Пилипенко. Уже 24 июля спортсмены отправятся на заключительный сбор в Оршу, где и пройдут соревнования по боксу. Старт 6 августа. Финал у девушек 11 числа, у парней 12. Тренировки акцентированы у нас в основном на технику и также скоростные тренировки. Разбираем большую выносливость. Бокс для меня – это все, моя жизнь. Я не представляю себя в чем-то другом. Настроенные игры СНГ, боевой, едем забирать долга. Художественная гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, современная пятиборья, пляжный футбол, стрельба из лука, хоккей на траве. Свыше 1600 медалей разыграют в 20 видах спорта. Зрелищные состязания пройдут в 11 городах Синеокой, в шести областных центрах, а также в Борисове, Солигорске, Молодечно, Орше и Жлобине. Игры стран СНГ – это масштабное событие в мире спорта. Поэтому это для наших спортсменов большая возможность проявить себя на самом высоком уровне с ведущими спортивными державами. Беларусь готова принять больше 6000 участников. Спортивный форум пройдет с 4 по 14 августа. Церемония открытия на Минской арене. Специально к соревнованиям созданы карты гостя, благодаря которым можно получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах и ресторанах. Впервые игры стран СНГ проходили в Казани два года назад. Тогда беларусы завоевали 69 медалей и стали пятыми в зачете. Болеем за наших. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Трагичное начало, ограниченный доступ и отмененный прием. У Великобритании проходит крупнейшая за десятилетие забастовка врачей. Сколько пациентов в очереди? Далее громкие заголовки мировых новостей. Местный парламент Техаса рассматривает возможность референдума о выходе штата из состава США. Шансы невелики. Центральная власть делает все, чтобы недовольных стало больше. Только в мае мексиканскую границу пересекли 200 тысяч мигрантов. Нацгвардия возводит заграждение и блокирует доступ нелегалам. Конфликт становится все острее. А с ним растет и популярность идеи техасской независимости. Крупнейшая за десятилетия забастовка врачей проходит в Великобритании. Протестующие жалуются на условия труда и требуют увеличить зарплату на 35%, чтобы она сравнялась с уровнем 2008-го с учетом инфляции. За последние 8 месяцев у Англии отменены около 700 тысяч приемов врачей. В очереди на получение медуслуг находятся 7 миллионов 470 тысяч человек. Массовый расстрел произошел на чемпионате мира по женскому футболу в Новой Зеландии. За несколько минут до начала первого матча вооруженный огнестрельным оружием открыл огонь по прохожим в Окленде. Два человека погибли. Четыре доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Среди них и сотрудники правоохранительных органов. Стрелок убит при попытке задержания. Мощные огрозы и ураганы обрушились на юго-восток Европы. Районы городов Сербии, Хорватии, Словении находятся без электричества. Белградский аэропорт временно закрыт. Десятки пострадавших, около пяти человек погибли из-за поваленных ветром деревьев. В Индии проходят мусонные ливни, которые приводят к оползням и обрушению дорог. С начала лета они унесли более ста жизней. Google запустил новую пилотную программу, согласно которой его сотрудники будут ограничены в доступе к интернету на настольных ПК. Разрешено пользоваться лишь некоторыми корпоративными веб-инструментами. Это сделано с целью снижения рисков кибератак. Через специалистов компании злоумышленники могут получить доступ к пользовательским данным, что может привести к серьезному инциденту. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.